Друзья, ЗОЖ-повестка стоит очень остро и тема альтернативных продуктов тоже стоит на первом плане. Рядом со мной производитель интересных продуктов, очень хочется пообщаться поподробнее. Здравствуйте! Добрый день! Меня зовут Елена Шифрина, я основатель компании BioFoodLab, наш бренд BITE. Мы участвуем здесь на выставке, очень рады. А мы очень рады, что вы находитесь недалеко от нас, потому что вы сделали прекрасный ход. Вы поставили кофейный аппарат с замечательным кофе и при этом предлагаете нам альтернативное молоко с огромным количеством вкусов. У нас на самом деле до недавнего времени было только 5 вкусов, теперь у нас их будет 14. Мы такие главные инноваторы в ЗОЖе на рынке и пытаемся как-то уделить внимание больше эксклюзивным каким-то вкусам. Например, у меня вот есть молоко, наш абсолютный будущий бестселлер, я знаю, Кяши Макадамия. Также мы сделали молоко из фундука, из кокоса, кокосом уже никого не удивишь, из японской гречихи. И мы хотим, чтобы ЗОЖ был не только как бы модным, но и очень полезным и невероятно вкусным. Чтобы в альтернативном молоке были правда альтернативы, не только миндальная. Правда, да. Вот вы хорошо сказали. Спасибо вам большое. И вот это реально очень вкусно. Мы проверили, съемочная группа подтверждает. Мы поэтому с большой любовью запишем это в интервью, потому что ваш кофе с этим молочком, конечно, мы распробовали за эти дни. И хочется, конечно, узнать о еще одной вашей интересной линейке. Это веганские продукты, аналог мяса. Да, аналог мяса. У нас ушло где-то 2-2,5 года на его разработку. Это мясо нового поколения, это ферментированный продукт. Мы ферментируем алгаи, грибы, белок из гороха. Также мы добавляем процесс энзимирования. И у нас в нашем мясе есть лактобактерии. У нас уже удалось сделать невероятно высокое количество белка. 16-17%. Такое количество белка, для сравнения, находится в курице или в креветках. Вообще спрос на веганскую мясную продукцию очень сильно растет. И мы такие главные инноваторы на этом рынке в Европе. Это очень здорово. Давайте расскажем, сколько видов такого мяса у вас есть. Потому что мы тоже видели ваш холодильник. И там, конечно, огромное количество интересных, красивых упаковок. Да, у нас пока три вида. Это котлеты для бургеров, фарш и всеми-всеми любимые фрикадельки. В следующем году у нас уже появится бекон. Мы его финализируем, разрабатываем. Скоро он будет доступен коммерческим организациям. И, конечно же, курица. Давайте расскажем немножко о упаковке. С молоком все понятно. Это всем известный уже пакет. Вот интересно про эту упаковку. Сразу виден бургер и такое ощущение, что можно взять прямо сейчас эту коробку, открыть и скушать. Как поставляется ваше мясо? Оно у нас в заморозке поставляется. И мы будем лежать в морозильниках в сетке. Но также любая сетка, например, у нас сейчас первый контракт на это мясо будет с азбукой вкуса. Ребята могут из морозилки взять это мясо и положить его на мясную полку фреша, где срок годности у нас будет 5 дней. Замечательно. Хочется пожелать вам удачи. Я уже вижу планы наполеоновские. Самое главное, постоянно все реализуется. Спасибо вам большое за молоко. Это просто какое-то чудо. Пока не пробовали, но даем обещание, что обязательно попробуем. И удачи вам на выставке. Надеюсь, очень много бизнес-партнеров вас найдут. Спасибо. Уже многие нашли. И мы безмерно счастливы с вами познакомиться. Хорошо вам дня. И вам тоже. Спасибо большое. Спасибо.